Радио Карачаева Черкесии 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 Радио Карачаев Радио Карачаев Радио Карачаева Черкесии Радио Карачаева Черкесии Радио Карачаева Черкесии Радио Карачаев 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 должно быть, консультировать их в этих направлениях. Это такая как бы одна часть. Плюс у нас предприниматель зачастую тоже не обладает информацией по поддержке предпринимательства, которая происходит на региональном уровне, которая происходит на федеральном уровне. Это опять концентрация будет именно то место, где он может эту информацию получить. Следующий момент. У нас в соответствии с 44-м законом о государственных закупках, например, уже несколько лет подряд действует норма о том, что каждое государственное учреждение и либо общество с ограниченной ответственностью, либо акционерное общество, которое есть в доле государственного участия, они должны до 15% своих закупок отдавать малому и среднему предпринимательству. Есть такая возможность участвовать в закупках. Они говорят, ну что в рамках республики может быть? Тут надо смотреть шире. В рамках России. То есть мы будем стараться давать информацию по закупкам в рамках России. Мы будем помогать этим предпринимателям мониторить эти все вещи, чтобы они могли, исходя из своих сил и возможностей, принимать в том или ином конкурсе участие. Защита проекта в Москве прошла успешно, сообщил министр. По его словам, федеральные власти всецело поддержали проект, так как практически во всех субъектах страны действуют подобные центры, где начинающие и уже работающие на территории региона предприниматели получают всю необходимую информацию. Вот и Карачаева-Черкесия уже приступила к этой работе. Накохов подчеркнул, что мало создать центр, его еще нужно сделать функциональным. Вот почему в планах министерства открыть в новом центре офисы гарантийного фонда и фонда микрофинансирования. Федеральные власти отреагировали очень позитивно, потому что почти в каждом субъекте Российской Федерации у нас уже есть подобный центр поддержки предпринимательства. К сожалению, у нас в республике этого центра не было. Это раз. Второе, положительно отреагировали, потому что в настоящее время Федеральное министерство экономического развития начало делать упор на создание инфраструктуры для предпринимательства. Действительно, это очень важная вещь, потому что без инфраструктуры вообще в принципе предпринимательства быть не может. Это взаимовязанные вещи. Плюс они нам, скажем так, подсказали моменты, на которые нужно сделать упор. И я тогда там обозначил как раз такую вещь, что у нас сейчас есть институты развития предпринимательства. Это гарантийный фонд и фонд микрофинансирования. К сожалению, в настоящее время они находятся, скажем, в разных местах. А предпринимателю важно что? Чтобы ему не нужно было ходить по разным местам. Исходя из этого, я им тогда консультировался, предложил, сказал, вот если мы, например, создадим центр, рядом с центром в этом же здании посадим фонд микрофинансирования, посадим гарантийный фонд. Тут я тоже получил поддержку с их стороны, потому что действительно это будет эффективно. Как стало известно, федеральными властями принято решение о докапитализации фонда микрофинансирования Карачаевой Черкесии на 20 миллионов рублей. Али Харонович подробно рассказал, на какие цели будут направлены средства. Кстати, для тех, кто не в курсе, фонд микрофинансирования создан в целях обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам путем осуществления микрофинансовой деятельности в виде предоставления займов и иных форм и видов поддержки. На сегодняшний день ведется работа по подбору места, где будет располагаться центр. Министр экономического развития Алина Кохов отметил, что в качестве приоритетной рассматривается центральная часть республиканской столицы. Но здание под центр еще не выбрано. Наметки есть, но точно скажу, что мы именно рассматриваем центральную часть города, для того, чтобы это было проще в поисках. Но я надеюсь, что там до конца месяца мы уже определимся конкретно с местом, где это будет. И мы уже по чуть-чуть, соответственно, тоже будем говорить, что место определено уже. Говорить о месте нужно уже сейчас, для того, чтобы к моменту открытия, если не каждый предприниматель, но каждый третий, четвертый предприниматель республики уже знал, куда он может прийти. В рамках деятельности центра поддержки предпринимательства планируются выездные бизнес-миссии с участием предпринимателей Карачаева-Черкесии в соседние субъекты страны, такие как Старопольские и Краснодарские края, Ростовская область, Татарстан и другие. В работу центра также будут вовлечены сотрудники отдела по развитию малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития республики. А в самом центре постоянно будут работать три человека. По словам Накохова, мы не собираемся раздувать штат, но в то же время все сотрудники центра должны быть высококвалифицированными специалистами, которые будут оказывать консультативные услуги юридическим лицам. В настоящее время мы подбираем персонал, так как центр новый будет, мы пока штат раздувать не планируем, это будет всего три человека, это будет руководитель данного центра и соответственно два специалиста, которые будут ему помогать. Ну на начальных этапах, я уже говорил ранее коллегам, в том числе вашим, которые про этот центр меня спрашивали, очень плотно с центром будет взаимодействовать в начальных этапах отдел поддержки малого предпринимательства, который создан в министерстве. Потому что эти люди знают всю кухню, назовем это так, работу свою четко. И помимо этих трех человек, которые мы сейчас присматриваем, где-то подбираем, это еще будет 3-4 человека отдела, плюс непосредственно работу центра также будет вести и мой курирующий заместитель министра, который курирует работу малого и среднего предпринимательства. В ходе нашего общения министр экономического развития сообщил, что в рамках центра планируется проведение различных конференций, круглых столов и семинаров с предпринимательским сообществом, которые позволят представителям бизнеса получить дополнительные знания о принципах функционирования рынка и мерах государственной поддержки, а также для того, чтобы поделиться опытом друг с другом. Спасибо, мама! Ты ничего у жизни не просила, гордилась, что растет Любимый сын, ты ничего у жизни не просила, гордилась, что растет Любимый сын, спасибо, мама милая, спасибо за носку, Я прошу, чтоб ты меня простила за все печали, что принес тебе Благодарю за сердце золотое, за нежность, что дарила Субтитры создавал DimaTorzok Твоя улыбка всей вселенной стоит, нет никого дороже для меня Твоя улыбка всей вселенной стоит, нет никого дороже для меня Спасибо, мама милая, спасибо за ласку, отрисованную мне Я прошу, чтоб ты меня простила за все печали, что принес тебе Я прошу, чтоб ты меня простила за все печали, что принес тебе Субтитры создавал DimaTorzok Любовь и нежность матери я знаю Нет в этой жизни ничего сильней Спасибо, мама милая, спасибо Спасибо, мама милая, спасибо За ласку, отрисованную мне Я прошу, чтоб ты меня простила за все печали, что принес тебе Спасибо, мама милая Спасибо, мама милая, спасибо за ласку, отрисованную мне Я прошу, чтоб ты меня простила за все печали, что принес тебе Я прошу, чтоб ты меня простила за все печали, что принес тебе На волне радио Карачаева Черкесии информационно-музыкальная программа «Республика» Сегодня пятница, 7 июля С апреля текущего года вступили в силу изменения федеральный закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств В новой редакции закона изменен парадок возмещения вреда, причиненного легковым автомобилям Эти изменения касаются транспортных средств, находящихся в собственности граждан и зарегистрированных в Российской Федерации Тему продолжит Валерия Дагужиева Изменения федерального закона об ОСАГО, предлагающие приоритет натурального возмещения ущерба при ДТП, вступили в силу 28 апреля этого года Но у автовладельцев по-прежнему остается много вопросов о том, как эти изменения будут воплощаться в жизнь Все, что автовладельцам нужно сдать про натуральное возмещение по ОСАГО, рассказал представитель отделения Национального банка по Карачево-Черкесской Республике Южного главного управления Центробанка России, заместитель начальника отдела банковского надзора Рауф Тугов Страховые компании заключат договоры с СТО, с которыми им удобно работать, например, с теми, с которыми уже давно сотрудничает Показка Но есть важные условия. Эти СТО обязаны соответствовать требованиям закона Например, находиться станция должна в радиусе 50 км от места аварии или места жительства потерпевшего Срок ремонта не должен превышать 30 рабочих дней А новые автомобили не старше 2 лет должны ремонтироваться только на сервисах официального дилера Актуальный список СТО с указанием их адресов, а также перечнем марок и годов выпуска автомобилей, которые эти станции обслуживают Должен публиковаться на сайте страховой организации и постоянно актуализироваться Здесь же должны быть указаны примерные сроки проведения ремонта, но опять-таки не более 30 рабочих дней Собственник авто будет выбирать станцию технического обслуживания из этого списка или, по согласованию со страховщиком, какую-то другую Выбрать СТО можно еще при покупке полиса Но если вы этого не сделали, определиться, где будут ремонтировать ваш автомобиль, можно и на этапе урегулирования убытка, то есть после ДТП Для водителя ремонт выгоднее средств, поскольку СТО будут использовать только новые запчасти Ремонт будет производиться без учета износа, при денежной выплате износ машины будет учитываться, как сказал Тугов Если в результате ДТП вред причинен только двум транспортным средствам и у всех водителей есть действующие полисы ОСАГО То заявление о страховом возмещении необходимо подавать своему страховщику Заполненные извещения о ДТП должны быть переданы участниками аварии своей страховой компании в течение пяти рабочих дней Если вы попали в аварию, находясь в другом регионе, извещение о ДТП может быть передано представителю вашей страховой компании в том субъекте Российской Федерации, на территории которой произошло ДТП, также в течение пяти рабочих дней Выдать направление на ремонт после обращения пострадавшего страховщик должен в течение двадцати рабочих дней Важно знать, что в случае причинения вреда жизни или здоровью участников ДТП, заявление о страховом возмещении следует подавать в страховую компанию виновника аварии На вопрос, в каких случаях натуральное возмещение по ОСАГО водителю могут заменить на денежное, Рауф Анатольевич ответил следующее В первую очередь деньги продолжат платить те страховые, которые не смогут обеспечить качественный ремонт, то есть не заключат договоры с СТО, соответствующими требованиям закона Но даже если у страховщика будут заключены контракты с подходящими СТО, страховая выплата в денежной форме сохраняется и в ряде других случаев Если потерпевший погиб, деньги будут выплачиваться близким, родителям, жене, детям Если потерпевшему причинен тяжкий или средней тяжести вред здоровью, или он является инвалидом и имеет автомобиль по медицинским показаниям, то он может выбрать денежную форму страхового возмещения, указав это в заявлении Страховая заплатит деньгами при полной гибели транспортного средства, а также если стоимость восстановительного ремонта составит более 400 тысяч рублей и потерпевший не согласен доплачивать из своих средств Для случаев оформления ДТП по Европротоколу предельная сумма составляет 50 тысяч рублей Полный перечень случаев, когда полагается именно денежная выплата, можно найти в законе об ОСАГО Если вы считаете, что страховая компания нарушает ваши права, направьте жалобу в Банк России Сделать это можно по почте 107-016 Москва, улица Неглиная, 12 По электронной почте fpssobacacbr.ru Заполнив электронную форму в интернет-приемной на сайте Банка России по адресу www.cbr.ru Также можно направить обращение в Российский союз страховщиков РСАГО по адресу 115 093 Москва, улица Люсиновская, 27 строение 3 Задать вопрос можно по телефону горячей линии РСАГО 8 800 222 75 Если же вы считаете, что страховая компания нарушает ваши права, направьте жалобу в Банк России Сделать это можно по почте, в том числе и по электронной А также можно направить обращение в Российский союз автостраховщиков А также задать вопрос по горячей линии Субтитры создавал DimaTorzok Это песня для тех, кто живет лишь для нас Тем, кто ночью не спит, беспокоясь о нас Тем, кто вырастил нас Не жалея себя Всю свою доброту отдают они нам Матерям я пою Субтитры создавал DimaTorzok Если каждый бы смог Возвратить им тепло Было бы счастье у всех на душе светло Но бывают и дни Забывают о них Субтитры создавал DimaTorzok Пусть живут Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мухаммед Шевхужев Как кандидат исторических наук Уделяет особое внимание Историческим вехам Тогда еще Карачаево-Черкесской Автономной области И уже нынешней Карачаево-Черкесской Республики В 1990 году Карачаево-Черкесия Вышла из состава Ставропольского края 21 апреля 1992 года Внесена поправка в Конституцию РСФСР Которая преобразовала Карачаево-Черкесскую автономную область В Карачаево-Черкесскую республику В составе Российской Федерации 95-летие образования Карачаево-Черкесской автономной области Это очень важное событие В том плане, что мы знаем, что Карачаево-Черкесия была издревле населена Народами, которые сейчас проживают В Карачаево-Черкесии Это черкесы, абазины, карачаевцы, нагайцы Это братские народы Мы так тесно сплелись уже друг с другом Что у нас почти культура одинаковая Традиции одинаковые Есть очень много смешанных браков То есть это как единая братская республика Я как историк, естественно, большое внимание Уделяю вот этому вопросу Когда преподаю уроки истории Первое, это то, что мы не должны забывать Историю своей родины В том числе и историю своей малой родины Ведь, как говорят, история – это наука О прошлом, которое изучает настоящее И которое нас поведет в будущее Зная историю своей страны И своей малой родины, Карачаево-Черкесии Мы будем брать из нее все положительное Что веками складывалось среди народов И, естественно, будем убирать все плохое Все негативное, которое было когда-то в истории Патриот – это любитель Отечества Человек, который свято оберегает интересы своей страны Одним словом, патриотизм – это любовь к родине И ко всему, что с ней связано Патриотизм выражается не только в защите интересов И безопасности своей страны Но и бережном отношении к государственным ценностям Сохранении природных запасов и экологии Для кого-то это государственные языки, литература Исторические ценности и так далее Говорит Мухаммед Султанович Большое внимание уделяется Патриотизм в воспитании молодежи Слово «патриотизм» в 90-е годы Стало каким-то даже, я сказал, ругательным словом Потому что молодое поколение говорили Что какой патриотизм, какая любовь к родине Что она делает для нас А родину надо любить не для того, что она будет что-то делать А потому что она есть, ты родился Здесь твои предки, здесь твои корни И всегда надо родину любить и защищать Молодое поколение сейчас очень активно интересуется историей своей страны Своей малой родины Сейчас к свидетельствам этому является то Что если раньше, опять же, в 90-е годы Молодые люди как-то стремились увильнуть от армии А сейчас, наоборот, там желающих больше Все хотят идти в армию Все хотят стать достойными защитниками своей родины По словам кандидата исторических наук Мухаммеда Шефхужева Он как директор школы аула Баралки от Гихабульского района Уделяет пристальное внимание мероприятиям Которые будут проходить в школе под эгидой празднования Дня Республики И целью их всех является расширение знаний учащихся Об истории становления Карачаева Черкесии Доведение до сознания детей понимания слова Родина Привитие любви к ней Гордости за свое отечество Воспитание чувства патриотизма к родному краю и его природе Мы в своей школе к этой дате готовим многие мероприятия В первую очередь это классные тематические часы На тему 25-летия образования Карачаев-Черкесской республики В ней участвует весь коллектив Также библиотека уделяет большое внимание Готовится книжная выставка на тему «Моя многонациональная республика» Также в сентябре, когда это будет все торжественно отмечаться в республике Мы тоже планируем принять активное участие И готовим общешкольное открытие мероприятия На тему истории возникновения малой родины Карачаев-Черкесской республики Любовь к родине следует прививать со школьной семьи А в юбилейный год для республики эти мероприятия Приобретают особую значимость и становятся частью празднования В связи с чем в Адгихаборском муниципальном образовании Все общеобразовательные учреждения охвачены масштабными районными мероприятиями В частности, здесь проходят встречи учащихся с видными деятелями муниципалитета Среди которых представители творческой интеллигенции, научного сообщества, правоохранительных структур и так далее Однако самыми главными почетными и частыми гостями большинства мероприятий Становятся ветераны Великой Отечественной войны Ведь это те люди, которые, как никто другой, осознают святость родной земли По сообщению синоптиков, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность Местами кратковременный дождь Днем в отдельных районах сильный с грозой и градом Ветер западный 3-8 метров в секунду При грозе порывы до 13-18 метров в секунду Температура воздуха плюс 20-25 В горах плюс 14, плюс 19 Пожароопасность 1-2 класс В Черкесии днем кратковременный дождь, гроза Ветер западный 3-8 метров в секунду При грозе порывы до 13-18 метров в секунду А столбик термометра поднимется до 24 градусов На этом информационно-музыкальная программа радио Карачаева-Черкесии Республика подошла к концу Выпуск подготовлен корреспондентами службы информации В студии работала Альбина Охтова, звукорежиссер и оператор монтажа Мурат Аджиев Мы с вами прощаемся Удачного дня и отличного настроения Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин